Добрый день, меня зовут Николай, и сегодня я хотел бы поговорить про завтрак, обед и ужин для тех людей, которые все-таки хотели похудеть. Завтрак для тех людей, которые хотят похудеть, должен состоять из сложных углеводов и белков. Жиры, конечно, тоже должны присутствовать в пище, но так как они участвуют практически во всех продуктах, про них мы пока не будем говорить. К сложным углеводам относятся все крупы и твердые сорта макарон. Предпочтительный это рис, гречка, овсянка, ну или твердые, естественно, сорта макарон. К белкам относятся мясо, курица, рыба, говядина, сыры. Но сыры, надо учитывать, что содержат большое количество жира, поэтому их нужно есть в ограниченном количестве. На обед можно взять любые крупы, рис, греча, та же овсянка может быть, твердые сорта макарон, курица, отварная грудка желательно, индейка, говядина, рыба. Обязательно добавлять нужные овощи. Кречатка, она просто необходима. В обед можно добавлять и супы, но надо учитывать, что там не должны содержаться жирные продукты, такие как беконы всякие различные и свинина. На ужин есть можно то же самое, что и на завтрак или обед, только обязательно исключаем сложные, даже и быстрые углеводы. Это обязательно включаем овощи и любые мясные продукты, но обезжиренные, говядина, куриная грудка, индейка и так далее. Но при полноценном питании, при похудении, трехразового питания явно недостаточно. Для этого должны быть перекусы. Перекусов должно быть минимум два. Туда могут входить творог, различные сухофрукты, фрукты, овощи, те же самые мясо, белок, растительная пища. Последний прием пищи рекомендуется употреблять за два часа до сна. Но те люди, которые хотят есть ночью, им можно порекомендовать есть сложные усвояемые белки, такие как творог, обезжиренный и говядину. Самое главное, если вы приняли решение худеть, начинайте действовать. Не оставляйте это на потом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Будьте счастливы и здоровы!